Как убрать программу из автозагрузки? Зачем убирать программу из автозапуска? При запуске компьютера эти программы автоматически включаются, подгружаются, лезут в интернет, обновляются и так далее. Все это прямым образом влияет на скорость загрузки системы. Значит, что я сейчас делаю? Есть два пути. Самые простые, я вам сейчас прям самые простые покажу. Значит, пуск в строку поиска пишите ему «Выполнить». Ну, если у вас восьмерка, либо еще что-то, то выбираете там справа, откатываете, выбираете поиск, также точно вбиваете ему слово «Выполнить». Либо восьмерке можно в углу правой кнопки, вот в этом, в левом нижнем углу правой кнопки, там тоже будет выполнить. Прямо слово. Так, на русском. «Выполнить». Вот она первая. Можем через нее пойти. Включаем ее и забиваем вот такое слово. msconfig. msconfig. Либо сразу. Пуск. Выполнить. Без, прошу прощения, без программы «Выполнить». Сразу просто выбиваете сюда, и вот он. Это же самая программа. Значит, пишем, пишем, пишем «Выполнить». msconfig, окей. Дальше. Переходите во вкладку «Автозагрузка». Попадаете во вкладку «Автозагрузка», и ищите те программы, вот они, весь список. Вот даже есть вот те, которые я уже повырубал, но тем не менее, они в списке остаются, но они не подгружаются мне с Windows. Я здесь ищу нужную мне. Например, сейчас я хочу выключить Xperia Compagnon от фирмы Sony. То есть здесь вы можете посмотреть фирму. Здесь вы можете посмотреть их расположение. И ключ реестра. Но ключ реестра это уже далеко. Вас интересует производитель и команда. То есть путь расположения, откуда он загружается. Внимательно. Будьте осторожны. Windows-овские, Intel-овские, то есть от драйверов какие-то. Это все нужно. Будьте внимательны. Фильтруйте те действия, что вы делаете. И выключайте только те программы, в которых вы уверены, что они мешают. Skype и так далее. Которые нафиг не нужны при автозагрузке. Вот я сейчас выключил Sony. Нажимаю «Применить». Нажимаю «Ок». В вашем случае он еще спросит «Применить без перезагрузки». Либо «Перезагрузить». Сейчас ставите галочку «Не надо перезагружать» и жмете «Без перезагрузки». И все, и он от вас отстанет. Либо перезагружаете и дальше пользуетесь. Как бы самый безобидный такой способ. Очередной это был лайфхак по работе с вашим компьютером. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!